Девушки отдыхают Первая это Европа за Белое озеро и вторая это Император Роум за Каухиду. Так вот, больше не буду по 4 параллельных проводить, потому что совсем крыша едет после них. Так вот, такие дела. Ну, я думаю не нужно напоминать о том, что Белое озеро, как и многие другие вассалы, товарища москвича, довольно специфичная нация. Конечно, необходимо довольно-таки много рандомить, потому что Литва и Новгород являются главным ключом к победе, но далеко не всегда их обоих можно будет призвать. Возможно, нам придется просто получить гарантию от Литвы, нарандомить события, чтобы у Литвы не было уни с Польшей. И только тогда нас будет ждать при великое счастье. Так вот, ну как обычно в Iron Man мы не будем гонять. Русификатор, кстати, остался у меня лайтовым, по той простой причине, что я что-то как-то не понял, как сделать его совместимым с ачивками. Ачивки почему-то не засчитывались. Кстати, целью нашей будет выполнение русских ачивочек. Так вот, русских возможных ачивочек. Плюс, возможно, возможно, если это прохождение будет набирать по тысяче просмотров как минимум и по сотне лайков на каждой серии, может быть, замахнемся на что-нибудь более глобальное, вроде собрания Римской империи. Да, восстановление Римской империи через Белое озеро. Так вот, но это только при этих условиях. Плюс, плюс нам еще должно будет подфартить хотя бы с одной унией. Потому что иначе это вообще будет анрил. Все-таки не за Москве, начинаем за Белое озеро. Так вот, поехали. Итак, пришла пора навалять Москве. Война усталась, получим кучу бяг к стабе. Но, тем не менее. Тем не менее, пора уже отвоевывать. Да, действительно, звезды складываются гораздо хреновее, чем когда мы давным-давно играли за Пермь. Долго пришлось рандомить эту фигню с Литву и Новгородом. Но да ладно, получилось. Получилось и получилось. В любом случае, нам придется сидеть на попе ровно сейчас, ждать, когда сформируется вся непобедимая армия наша с вами. Так, и нам всякие пожарные случаи их по ней уводить. Далеко. О, Новгород пришел. Новгород пришел и соединился с нами. В принципе, можно дать сражение Пскову. Псков ведь основную силушку тут представляет. А, 14к. Ну, 14к это много. Слишком много, скорее всего. Скорее всего, навалять мы такой несмехно ради не сможем. Прям сход... О, ничего себе. Ничего себе дела. Ну, тем не менее. А, 21к идет. Заниматься великими делами, величайшими, я бы даже сказал. Ну, надо брать Можайск. Так, надо брать Можайск. Минус 31 копеечка. Еще и военный налог надо бы, наверное, сделать. Чтобы стабилизировать. Надо бы еще стабильность поднять саму по себе. Хоть чуть... Ну, давай на минус 1 сделаем. Чуть-чуть в любом случае пришлось бы это сделать нам. Все. Несмертное наше войско двинулось куда надо. Поставили соединение с союзниками. Все грамотно, все хорошо. Главное, чтобы к нам теперь и гости не пришли. А они могут прийти. Пролом в стене сразу. Клево. Пролом в стене это хорошо. Надо встать большой кучей и попробовать взять этот чертов Можайск. Чертонский орден тут еще гуляет. О! Наносится поражение. Сила московитов. Все, мы выиграли Можайск. Ну что, на Москву. На Москву, братюня. Движемся мы на Москву. Объединяем силы. Москву необходимо... Так, а ты куда? А, да-да-да-да-да-да. Нас осаждали же. Ну нет. Что, в ноль разбили? А, нет, не в ноль разбили. Они просто отступили на север Новгорода. А нет. Я уж подумал, что их разбили. И мы без проблем расправимся с московитами. Ну, нифига подобного. У нас, господа, есть одна очень большая проблема. Это Новгород, который хочет хапнуть слишком много всего себе. Мы, разумеется, позволить ему этого не можем. В принципе, анатомический театр можно и без инновационности пока обойтись. Ну, мы по армии, конечно, конкретных уделываем. Мне надо будет получить независимость. И, приглядывая за агрессивкой, смотреть, что, как себе забрать. Новгород, конечно же, не оценит все мои потуги по оттяпыванию территорий. Но придется. Надо взять самое жирное. А чтобы взять самое жирное, конечно, было бы классно пойти в Ярославль именно. Но Ярославль мы пока не можем взять. А там Ростов, Юрьев. Агрессивка, что там? Ну, никто, кстати, особо не расстроится от того, что мы вот это все нахапаем. Ну, и, наверное, Коломну. А вот тут коалиция может случиться из Москвы и Твери. Ну, в принципе, не страшно. Но, опять же, Новгород очень расстроится и разорвет с нами Союз. Ну, Литвы, я думаю, будет достаточно, чтобы какое-то время Москву сдерживать. То есть, вот так вот Москву отрезать было бы очень классно. Можно было бы и Новгороду, кстати, в принципе, провочку одну отдать, дабы ослабить противника. Но лучше отдать, наверное, остров. Потому что нам до него, как доуны пешком, нам он не нужен. Да, Ростов, кстати, нам отдали. Так что, в принципе, все вполне себе неплохо для нас складывается. Выиграли Москву. Шикарно. Ну, все, осталось тогда пойти в Юрьев, в Ярославль. И там уже потом уговариваться. О, Твери объявил войну Москве, сослабшись на возвращение. Это хорошо. И нехорошо только то, дорогой друг, что ты у меня колонну отжать можешь. Ни в коем разе, мой дорогой друг. Ты не имеешь права забирать колонну у меня. Во, все, шикарно. Мы возвращаемся в Ярославль. Бедный Новгород, конечно. Мы вообще осадили конкретно сейчас. Штурмануть можно? Нет. Нельзя. Боль, нижение, обида. Вообще ничего нам не дают. Пять дукатиков, блин. Рекорды почти все слитые. Будет финансовый кризис. Какое-то время у меня идти. О, наконец. Ну, ладно, давай смотреть, что получится и не получится. Ну, так и Ржев можно отдать, в принципе. Потому что до Ржева мне относительно далековато. Ржев можно, в принципе, Новгороду дать. Будет ровно сотка по счету. Но мы не получим по деньгам ничего. И придется мне занижать финансы всего ноль. И ждать какое-то количество времени. Определенное количество времени, чтобы провести следующую экспансию. Ну, кстати, в этой серии, может, еще с Тверью побоюем. Потому что Тверь, она такая красавица, с которой, в принципе, можно разобраться с следующей же войной. Может быть, даже ее заанексить, если Новгород очень сильно не расстроится. Так вот. Ну, все тогда. Вот таким образом выдвигаю свои необоснованнейшие требования. Любое восстание может меня просто убить в ноль. Это будет печально. Литве, в принципе, пофигу. Новгород. А, доверие на 7. Не страшно. Не страшно. Мы передали Ржев, и доверие не очень сильно упадет. Новгородская. Он, по идее, поймет и простит. Управляю требования. Так вот, интересно получается. Даже взаймы не упали. Полная победа. Белозерская война за независимость. 72 тысячи человек полегло у нас. 65 тысяч у Москвы. Вот это эпично действительно было. Мы получаем красивые границы. В скобочках нет. Но зато и получаем... Кстати, Твер же ведь, если сейчас эту войну выиграет, сможет, если выиграть, то... Мы вообще кучу профита поимеем. Может быть, даже Москва... Станет анклавом таким. И Москва будет очень просто завалить. Если они заберут Можайскую колобу, допустим. Такие делишки. Что же по национализации? Все сразу, я так полагаю... Национализировать я не смогу. Из-за того, что я решил выправить стабильность. Но оно и к лучшему. Надо будет поднять автономию. Местную автономию. Ну да, и все. В принципе, ничего жуткого. Никаких прямо ужасных сепаратистов у меня не будет. Ну что, господа. Твер все-таки смогла. Твер смогла неплохо так разжиться. Москву, конечно, взять она не смогла. А жаль. Потому что можно было вполне себе неплохо профиту поиметь. С этого предприятия. От шведов откололась финка. Кстати, я никогда не видел, чтобы Финляндия на старте откалывалась. Так вот. Ну а московит. Московит, московит. Погряз. В междоусубицах и крестьянских мятежах. Самое время, чтобы напасть на Твер. Твер без союзников. Но при этом, при этом гарантируется Литвой. Литва не должна, по идее, вступиться. И это наш шанс. Это наш шанс попробовать. На самом старте очень неплохо отъесться, чтобы смочь великие дела. Главное, надо забрать Можайск поскорее. Сейчас я еще одну вещь сделаю. Делю один полк. Он пойдет чисто на Калугу. Вот этих всех господ, товарищи, бегу сюда. Что, сколько там? Ноль! Хе-хе-хе-хе. Зеро. Так. Беду. Узеро. Взяли. Но все равно минус 42%, прикинь. Не, взяли Можайск. Взяли Можайск. Твер серьезно обстрадал в войне с Москвой. Четыре паука у нее. 30 апреля прибудет. Давай, иди. Я, кстати, могу нового генерала назначить, чтобы не облажаться, гарантированно. Мефодия. О, кстати, хороший дядька двухзвездочный. Он передумал. Хе-хе. Не захотел идти на бой со мной. Давай мы тогда его в ловушечку закинем. Давай, друг. Беги. Захватывай. Он в Юрьев пошел. Глупец. Глупец. Так, мне твои торговли не надо. Военный налог, наверное, не буду вводить. Слишком много очков будет уходить. Все это дело. Ну все, они в патовой ситуации. Они загнаны в крепость. Калугу мы сейчас заберем и разобьем Тверь окончательно. В Москве закончилась Крестьянская война. О, Касимов появился. Ничего себе. Суницкий. Суницкий Касимов. Данник Большой Орды. Да, ну, в общем, в Москве не очень здорово на старте. Получается. Ух. Принтодицит здорово. И это здорово. Чего там у меня? Нелояльные сословия. Между молотом и наковальней Тверская армия. Но они молодцом. Они наваляли. Смогли точнее навалять Москве. В большей степени потому, что я московитов не пустил. Расправу творить. Ну и у московитов еще случился крестьянский бунт. Нанесем Твери сокрушительное поражение. Можно было бы и без этого обойтись. Но все-таки хочется эффектно закончить серию. С двух сторон атаковать. Превосходящими в числе войсками. Вот так вот. Тыщ, тыщ, тыщ. Мы, кстати, круче по боевому духу и по дисциплине тоже, кстати. Из-за того, что у нас лидер строгий. Все. Искателя славы еще получили. Это, по-моему, очень хороший бонус. Добьем уже Тверчан до конца. И заключаем перемирие с Тверью. Которая потеряла всю свою армию. Но они молодцом были. Так. Я забираю Калугу. Собираю вот эту штуку. Надо забрать Можайск. Что по коалиции. Твер, Рязань, Москва. Ну, не страшные дядьки на самом деле. В принципе, можно хавать все, что угодно. 45 расширялки. А, Адоев еще остается. Нормально. В принципе, можно. Еще, я думаю, так договориться. Но надо будет улучшаться с Новгородом. Потому что он очень расстроится от того, что часть его провинции мы отжали. Так что Твер, в принципе, можно и зааннексить. Но, опять же, у меня не хватает админочки. И придется подождать какое-то время. Чтобы провести все национализации как следует. Так. Договоры какие-нибудь нет. Ну, вот так вот. И деньги еще получили. 110 дукат. Вполне неплохое количество денег. Заполучили мы от Твери. Вот так вот неплохо. Уверенная победа. Потеряли 2 900 солдат. И они зааннексили Тверь. Москва теперь. Вся окружена Белоозером. Которая устроит всем веселую жизнь. Надо бы с Финляндией подружиться. Давненько она вообще у нас не появлялась. О, да спатье в Финляндии с протектором. Рейки Реннером. Интересная такая финляшка получилась. А что со Шведом? Он же Буни должен. А, Швед у нас еще и получается независимый. Да, Швед получил независимость от кого с него в Финляндии. Интересно. Интересно. Развитие событий. Никогда такого, честно, на старте не видел. Но вообще Финляндия редко откалывается. Это интересно, действительно. Можно подружиться будет с Финляндией, когда мы будем пилить Новгород. Так что Финляндия, друг, вполне себе может быть хорошей. Вполне себе. Так, национализашки протыкаю. Какие можно? Всего две, да. И автономию повышу. Автономию повышу. В Калуге, к сожалению, придется стоять. Ну, как раз. В Калуге армию я и поддержу. Она будет готовиться, отстаивать наши права на эту землю. Так, а в следующей серии, я думаю, уже нанесем окончательное бесповоротное поражение Московии. Где-то, наверное, тоже около 10-15 лет серия продлится. Какие... Вот это вот вводное. Ну, а дальше надо будет уже думать насчет наших соседей, наших друзей. Литвы и Новгорода. Придется выбирать наиболее уязвимого из них и тоже атаковать, чтобы развиться максимально эффектно. Ну, а с вами был Дмитрий Рок. Подписывайтесь на канал, дайте видео, ставьте палец. Всего доброго. Увидимся с вами в продолжении. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys. О, дядька Султан. А у бани, а гаси дядька Султана. Это эпично. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok